21 июля в Центре традиционной культуры народов России и города Каспийска состоялась очередная патриотическая выставка «Жены героев». В этот раз мероприятие посетила автор данного проекта Екатерина Колотовкина, которая совместно с председателем Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой ознакомилась с работами фотографа Алены Нармагомедовой. Встретили гостей республики нежным и утонченным танцем воспитанников детского дома творчества города Каспийска балетная гимнастика. Отметим, что данный проект обрел такую масштабность после того, как идею поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин и распространился по всей стране. Дагестан был одним из первых, кто поддержал автора в этом деле. По словам Екатерины Колотовкина, идея создать такую патриотическую акцию появилась случайно. Именно в тот момент, когда ее муж отправился на защиту Родины. Мой муж ушел на фронт. И около двух недель у меня не было абсолютно никаких известий о нем. Я не знала, жив ли он и что с ним. В один из таких моментов я наткнулась на его китель в шкафу. Вы знаете, что такое китель для офицера? Китель – это полы, китель – это 9 мая, китель – это праздник. И этот китель висел одиноко в шкафу моего мужа. И тогда я взяла, накинула его на плечи и посмотрела на себя в зеркало. Увидела там невероятно сильную женщину. В Дагестане проект поддержала талантливый фотограф города Каспийска Алена Нурмагомедова, которая уже долгое время радует жителей республики своими работами. Мы, Каспийска, как я уже везде рассказывала, были третьими по России, Дагестан. Значит, мы очень быстро сориентировались и продолжили этот проект. И как итог у нас выставка. Мы с этой выставкой уже по городам путешествуем. Пока по Дагестану, надеюсь, охватить, конечно, пошире. Задают вопрос, намерена ли я продолжать. Вот, честно, заканчивать мысли не было. Кроме того, мероприятие по случаю приезда основателя проекта «Жены героев» посетили представители различных госструктур Дагестана, а именно министра труда и промышленности Республики Дагестан Мурат Казиев, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, народная артистка Дагестана Зульфия Ильясова и многие другие. Гости встречи со слезами на глазах делились эмоциями от данной выставки и рассказали, какую роль играет наша поддержка для солдат в специальной военной операции. Батыл, он крайне надежно необходим мужчине, когда он идет сражаться в бой за родину, за честь, за честь родных, близких, за народ свой. Вы знаете, и поэтому, наверное, все, которые вы здесь есть, в нашей героине, это вы сила. Сила, которая отдает и такой же силы энергии вашим супругам. Если дома спокойно, значит, у них на душе хорошо. Не остались стороне и жены наших героев, которые стали звездами патриотического проекта. Эта акция в первую очередь объединила женщин и сделала их сильнее и терпеливее. Я увидела у знакомых девочек такие классные снимки. Немножко пробила, я скинула своему мужу, сказала, что это очень здорово, это очень гордо. Когда уже вступило предложение участвовать на втором потоке, соответственно, я узнала у меня, спросила, можно ли, так как такой просто трепетный. Он поддержал, и мы с радостью, я девчонок протянула еще несколько штук, и мы решили участвовать. Украсили мероприятия концертной программой воспитанники образовательных учреждений города, волонтеры, заслуженные артисты республики и другие. После торжественной церемонии гости мероприятия объединились за круглым столом, где обсудили важность проведения подобных мероприятий. Одно дело, когда есть какие-то стандартные формы поддержки, выплаты, социальные. Другое совершенно дело, когда есть что-то такое интересное, нетривиальное, душевное. То, что на самом деле общественные организации проводят, и в чем и сила общественных организаций. Важно отметить, что сегодня проект «Жены героев» охватывает порядка 70 регионов.